Мы вспоминаем и молимся о наших усопших Наверное потому, что усопшие и те, в каком-то смысле, уже сделали тот шаг, который нам только еще предстоит сделать Они уже прошли этот земной путь, земной путь испытаний, ограничений, падений, восстаний И уже пришли к Господу, где уже состоялся даже и частность над ними То есть они уже удостоились кто-то пребывания со святыми, кто-то по грехам своим удостоились уже адского состояния Хотя, как говорит Максим Исповедник, тот огонь, который, что все на самом деле пребывают потом в том же состоянии Точнее, Господь дает всем некий такой благодать Божию, которая как огонь сравнивается с огнем Но для праведников этот огонь приятный, благодатный, который как-то их радует, утешает А для грешников это огонь, который их мучительно в этом огне пребывается А огонь это благодарит Божию Так что Господь никому зла не желает А сам человек выбирает то, как он реагирует на эту внешнюю обстановку Вот эти люди, которые уже сподобились вот этого частного суда Они проложили тот путь, который предстоит каждому из нас пройти И как-то вот этот предстоящий пост, это тоже такой некий путь Господу Потому что Пасха Христова, это и есть встреча, ну, так сказать, обновление этой встречи с Господом И поэтому мы с вами движемся туда, где Господь нас ждет, где Он нас встречает Поэтому мы берем пример с одной стороны, с наших усопших А с другой стороны молимся о них Чтобы они встретили нас в селениях праведных, дабы нам Если мы, конечно, сподобимся этого счастья, этой радости Чтобы они нас подбодрили, утешили вместе со святыми, всеми Чтобы мы тоже встретили Господа Аминь Субтитры подогнал «Симон»